Второй день подряд спать мешают. Молодой человек, а мне уже второй день спать мешает. Не могли бы мотор заглушить? Чего, блядь? И нахуй отсюда, блядь. Ладно, ладно, погоди, погоди. Ну, чё такое? Чё хочешь, скажи? Ну, машина у вас интересная. Ну, расскажи про неё. Ну, если можно, в кратс. Ну, поехали. Ну, что, ребята, передо мной малышечка BMW E46 с 1999 года рождения. Эта тачка успела залететь в последний десяток 20 века. Многие скажут, да это ведро старое, братан, нахуй ты её купил. Нахера ты её разыгрываешь среди своих людей, она нахуй никому не нужна. А я вам скажу обратное. Эта тачка надаёт под задницу половине города Санкт-Петербурга. Помяните моё слово. Пошли. Внимание, внимание, кое-что забыл. Многие из вас спросят, Егор, а где же тонировка у этого автомобиля? Ведь в прошлых видосах с ней у тебя и перед, и два боковых были наглохо затонированы 5% плёнкой. А где же она сейчас? Ответ на этот вопрос вы найдёте у меня на ладошке. Первой отличительной чертой в этой машине являются, безусловно, колёса. Колёса здесь установлены 18-й, шириной, я хуй знаю, ну как Петя, вы его знаете, он, пиздец, толстый, жирный. Вот такого же диаметра колёса здесь установлены, точнее ширины. Так что, давайте немножечко пройдёмся по салону. Салон установлен из красной кожи, здесь перешитый, потому что машине 20 лет, машина не молодая, и салон требует, разумеется, обновления. Красный цвет в комбинации с чёрным придаёт просто прекраснейший дизайн для этой тачки, и выглядит она, безусловно, круто. Руль в этом автомобиле потёртый, да, но машине 20 лет, и так и должно быть на этих тачках, и от этого никуда не денешься. Также здесь установлен люк, ну для того, чтобы, знаешь, когда едешь в потоке, там тёлочку везёшь, она вот так выглядывает, так вот из этого люка, и сразу взгляды собирают, взгляды, взгляды, что здесь пацан правильно едет с девчонкой на правом сиденье. Давайте же посмотрим подкапотное пространство этого монстра. Установлены пружины, как и в должном автомобиле такой марки. Значит, что мы здесь видим? Свапнутый двигатель на 2,8 литра и 220 лошадиных сил. Да, 220 лошадиных сил, это всё-таки не 520, но тем не менее, эта тачка может дать поджопу там Финдайс Солярис. Когда ты видишь такой автомобиль в потоке, в твоей голове примерно формулируется такая мысль, что если водитель этого автомобиля будет проезжать какой-то перекрёсток, и на этой перекрёстке будут идти два пидора за ручку, а произойдёт следующее событие. Пойдёмте. Водитель выходит из автомобиля, вот так вот хлопает дверью, пока они идут, переходят перекрёсток, открывают багажник, достаёт битву Леарматурину, каждому своё, вот так вот подходит и поебалу. На! 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 Происходят примерно вот такие события с фидерами. Также на этой тачке установлена магнитола на андроиде, здесь есть все приложения, навигация, блютуз, видео, здесь, блядь, дохуя всего. Короче, тот, кто выиграет эту тачку, по-любому оценит, вот мы можем зайти в YouTube, например, вот, отсутствует подключение, потому что сейчас не подключена к сети мобильной, но здесь вы можете спокойно, блядь, заходить в подписки, там, в библиотеку, смотреть видосы, какие хотите. Это очень крутая хуйня и, блядь, реально ценится. Об этой тачке мечтает каждый пацан, достигший 18-летнего возраста, который вырос во дворах, на районе, который наводил суету ночами, да, как говорится, ночами гулял, днём спал. Что я хочу сказать, на этой машине никогда не будет ездить пацан, который красит волосы, носит вот такие вот джинсы, вот такие вот, вот такие вот джинсы, никогда не садит за руль этой тачки, просто по одной простой причине, потому что он не будет чувствовать себя на дороге должным образом, так, как чувствует себя пацан, который в себе уверен, который с закалённым характером и который, блядь, может дать пизды любому на дороге, ребята, да. Ребята, хочу напомнить, что эта тачка разыгрывается мною. Скажу просто два условия самых основных, это быть подписанным на мой инстаграм и быть подписанным на мой телеграм-канал. Ссылки на мои социальные сети находятся в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь, а остальные условия вы найдёте в инстаграме под последним постом. Всё, большое спасибо за обзор, очень много нового узнал о машинах. Да не за что, родной. Я туда поеду, вон там, по 621 подъехал, он бьёт себя. Давай, удачи. И не надо пиздеть за шум.